Ожидания не сошлись с реальностью. 300 миллионов игроков «Хамстер Кумба» так и не смогли разбогатить на хомяке. Подробнее в сюжете Мухаммада Амарова. Учитель – это не просто источник знаний, но и наставник, и вдохновитель. В преддверии профессионального праздника всех педагогов мы узнали у махачкалинцев, насколько тепло они вспоминают своих школьных преподавателей. Хлеб опять подорожал. Повышение цен на все виды мучных изделий вызвало беспокойство жителей республики. Производители, в свою очередь, разводят руками. Проповеди, театральные постановки и розыгрыши ценных призов. Более 17 тысяч человек собрались на общереспубликанском Мавриде «Молодежь наследия пророка. Мир, демой, благословение». В парке Акгель прошло торжественное возложение цветов к памятнику русской интеллигенции в честь Дня Учителя. В мероприятии приняли участие представители власти, педагоги столичных образовательных учреждений и школьники. Далее на аллее педагогических династий была проведена акция по посадке роз. Эти цветы являются символом передачи знаний и благодарности к учителям. После гости направились в Музей истории города Махачкалы, где их ожидал показ фильма об учителях города. Там же открыта фотовыставка, которая рассказывает о педагогах прошлых лет и нынешних наставниках, чьи имена навсегда вписаны в историю. «Учитель запомнился мне, Кайт Мас Ашидович Фаталиев, учитель рисования. У меня были таланты такие известные рисовать, он еще больше меня развивал. Я уже на выставках участвовал, я помню, это год 86-й где-то. Так что он потом известным художником стал после этого. Как раз осеннюю пору учителя вспоминаются почему-то очень». «Очень люблю, уважаю до сих пор первого учителя. Замечательная женщина. Дай Аллах ей здоровья, благополучия. Поздравляю всех учителей. Они такое дают нам знания. Они как родители, как мать. Она тоже как первая мать, своя мать, а это уже вторая мать. Очень уважаю». «Был очень мудрым, умным мужиком. Он покоился дальше». «А с чему он вас научил?» «С чему? Быть человеком». «Поведению, манере, общение какое-либо. Правилам, нормам. Что правильно, что неправильно. Что, наверное, до сих пор запомнилось. Наш учитель очень трепетно и ласково к нам относился, индивидуально к каждому из нас. И, собственно, поэтому уже спустя много лет мы до сих пор приходим к нему, поздравляем с праздником». «Все мы знаем, что в этом году хомяки наделали много шуму. Но не этот хомяк. Он ни в чем не виноват. Речь идет о электронном хомяке. Смогли ли дагестанские темешки заработать на нее много денег? Об этом мы сейчас и узнаем». 26 сентября этого года состоялся листинг игры «Хамстер Комбат». То есть у пользователей появилась возможность обменять виртуальную валюту, токены на реальные деньги. Всего в игре участвовали более 130 миллионов человек по всему миру. Среди них и множество дагестанцев. «Два-три раза заходил, наверное, больше. И сколько монет получилось сделать?» «Монет я сделал где-то миллион. И после листинга сколько получилось вывести?» «Если честно, я не пробовал это выводить. У меня как-то не получилось это сделать». «Некоторые говорят, что пользователи начали блокировать. В общем, я только пытался, у меня тоже не получилось». «Слышал, что сейчас недавно какие-то выплаты начались. Кто сколько наклацал. Ну, какие именно суммы? Ну, вроде небольшие. То есть овчинка выделки не стоила, насколько я понял». Обещали золотые горы, а получили лишь крохи. В первые минуты открытия биржи цена на монеты упала на 30%. Стоимость одного токена составила меньше одной тысячной доллара. Даже те пользователи, которые смогли успешно вывести токены на крипторынок, заработали в среднем 2000 рублей. «Люди в порыве своего азарта и корысти начинают делать все, что угодно в надежде на возможную будущую прибыль, которой может и просто не быть. Ну и как результат мы видим сейчас, что сделал хамстер. 78% просто выкинули, оставшиеся дали по 5-10 долларов, у кого-то 20 долларов. И тем самым заставив привыкнуть нашу молодежь к тому, что завтра появится теперь не хомяк, а лиса или там, я не знаю, рыбка. И все уткнутся в телефон и будут вместо этого научить что-то читать, развиваться, изучать, получать профессию, изучать языки, начать работать в конце концов. За один день вы заработаете больше, чем за полгода тапани». Зарабатывая на перепродаже криптовалюты, человек рискует приобрести недозволенное имущество, считают богословы. Мусульманину следует избегать неясных и подозрительных схем заработка. «Здесь мнение современных ученых расходится. Есть ученые, которые полностью запрещают все виды криптовалют. Есть вторая группа ученых, которые воздерживают от ответа. И есть третья группа ученых, которые дозволяют некоторые виды криптовалют. То есть, да, если там проект, который под этими валютами, он дозволен, они ее дозволяют. Большинство ученых, да, сегодня запрещают криптовалюту. Это уже какой-то знак для соблюдающего мусульманина, да, что особо там, где ты не уверен, да, какие-то непонятные темные проекты, где ты просто пустую можешь потратить там свое время драгоценное. Лучше от этого воздержаться, конечно». А тем временем разработчики анонсировали новый сезон «Топания». В игру планируют добавить систему NFT и рекламные интеграции. Сможет ли молодежь сделать выводы из первого сезона, или же мы станем свидетелями очередного лохотрона? Это покажет время. Мухаммад Амаров, Мухаммад Магомедов, Мурат Бейкбарзов. Новости ННТ. Минсельхоза и Мимпромторг Дагестана прорабатывают варианты сдерживания цен. Однако, пока это не принесло результатов. Покупатель вынужден приобретать этот товар первой необходимости по новой цене. «Конечно, хлеб подорожает, а то, что у нас мука дорого. Привозят мука доставщики дорого. Хозяйка тоже, конечно, возмущается, когда покупатели приходят, они возмущаются, что у нас хлеб дорого. Ну, наш хозяйке приходится каждому продавцам объяснить, что у нас мука подорожала. А когда мука подорожает, нам, производам, конечно, это тяжело. Каждый раз приходится цены поднять, а покупателям это очень неприятно. И если хлеб подорожает у нас, подорожает все хлебопекарня». Жители Дагестана обеспокоены подорожанием хлеба. Цены на все виды мучных изделий поднялись минимум на 5-10 рублей. Производители объясняют, повышение стоимости мера вынужденная. Причиной стал рост расходов. В частности, подорожали сырье, материалы и топливо. «Это очень плохая ситуация, никому не нравится. Когда что-то поднимают, или зарплату, или пенсию, сразу остальные продукты поднимаются. Это никому не нравится». Семья Селимхановых из села Цмур Сулейманстальского района пережила двойную трагедию. Неделю назад ушел из жизни глава семьи Исмаил. А сегодня утром их дом сгорел из-за утечки газа. Зоя Селимханова с сыновьями теперь остались без крыши над головой и без средств к существованию. Наступление холодов делает их положение особенно сложным. Благотворительный фонд «Инсан» открыл сбор для оказания помощи погорельцам на сумму 1 миллион рублей. «Сегодня наша тетя пострадала. Дом сгорел. Дядя умер неделю назад. Сгорел дом полностью. Кто может, помогите нашей тете. Она осталась одна с этими проблемами». В Махачкале в усиленном режиме очищают городские территории от мусора. Сотрудники МБУ благоустройства продолжают работы по помойке, дезинфекции, вывозу ТКО с улиц города. От грязи и пыли очищают тротуары, дорожное полотно, а также вывозят мусор. «Сегодня у нас проводятся работы по очистке контейнерных площадок и вокруг прилегающей территории. Также мы проводим работу по дезинфекции контейнеров и контейнерных площадок. Эту работу мы будем продолжать дальше». В Москве в Культурно-просветительском центре «Единство» состоялся детский праздник для выходцев из Дагестана, проживающих в столице страны. Около ста детей пришли на мероприятие вместе со своими родительницами. Для детей провели викторины, командные игры, исполнили нашиды. «Мы создаем площадки для того, чтобы обучать детей религиозным знаниям», обратился к родителям детей руководитель центра «Единства» Мухаммад Дибирдадаев. «Хочу вас попросить, конечно, вам запретить мы не можем, вас попросить хочу, чтобы вы не дали своим детям брать религиозные знания с интернета. Это очень опасно. Поэтому взамен мы вам даем вот такую прекрасную площадку». Футболисты «Динамо» в гостях сыграют с воронежским факелом. Матч 11-го тура российской премьер-лиги пройдет 6 октября. Начало матча в 14 часов. Команды только один раз встречали свои истории. В феврале в товарищеском матче была зафиксирована безголевая ничья. Махачкалинцы идут на 12-м месте в турнирной таблице. Их ближайший соперник на три строчки ниже. Дагестанский легкоатлет выиграл горный забег «Курчалой Трейл» в Чечне. Мухаммад Алигаджиев показал лучший результат в рекордном времени. В 8-километровый маршрут от окраины Курчалоя до села Хиди-Хутор он пробежал за 29 минут 43 секунды. Ближайшие соперники нашего бегуна отстали от него более чем на полчаса. Отметим, что сложность к преодолению дистанции создавали не только затяжной подъем, но и перепады высот в 400 метров. Всего на старт забега вышли около 200 атлетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова